Открыл встречу доклад начальника Люберецкого отдела полиции Евгения Романцева. По его словам, в праздничные дни сотрудники ведомства обеспечивали охрану общественного порядка на всех мероприятиях, которые проходили в районе. Не допущено происшествий никаких таких глобальных. Конечно, было очень много семейных скандалов, которые заканчивались летальными исходами, то есть суициды и семейные драки. Кражи, грабежи, разбои. Полиция справилась с данными вопросами, поставлена. В течение новогодних праздников Люберецкий гарнизон пожарной охраны также работал в усиленном режиме. За две недели на территории района произошло 9 пожаров. Пожары произошли 4 в частном жилом секторе, в частных домах, 3 в квартирах. К сожалению, в одном случае в Красного, поселок Коренева, произошел пожар с гибелью человека. И два пожара произошло на транспортном средстве. Объекты жилищно-коммунального комплекса в районе функционировали стабильно. Их работу ежедневно контролировала администрация, а также управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Мелкие технологические сбои устранялись своевременно. Контроль, устранение неисправностей и технологических сбоев, которые проходили у нас практически ежедневно. Мы осуществляли контроль прямо на местах. Здесь хочется сказать большое спасибо практически на всех сбоях, где я был, технологических. Везде присутствовал руководящий состав. И водоканал, и теплосетей, и мощно был энерго. Вместе с тем глава отметил, что необходимо повысить качество уборки дворов и шоссе от снега. Зима в России, снег – это плановые какие-то природные явления. Поэтому у нас все для этого есть. Люди есть, техника есть. Только нужно мобилизоваться и организоваться. Поэтому просьба в этом плане, Александр Николаевич, еще раз, значит, этот народ, который к этому причастен по своим должностным полномочиям, мобилизовать и ситуацию удерживать. Не обошлось в первый рабочий день и без подарков. Так, начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов от лица Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вручил Владимиру Ружицкому юбилейную медаль «25 лет МЧС» за помощь в развитии спасательного ведомства. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение.